Привет, друзья! Сегодня будем четко отделять слухи от фактов и начнем с фактов с утренней конференции Nvidia, на которой не было никаких громких заявлений. Почти все уже видели, значит активности по видеокартам ждем к осени. Но было кое-что интересное. Во-первых, Хуанг пару раз сообщал публике, что игровые консоли не нужны для игр, давно есть ПК, а если нужна компактность, вот берите ноутбуки. И тут же показал, что сегодня игровой ноутбук может быть тонким и компактным, а не таким толстым, как их делали производители в недалеком прошлом. Специально для ноутбуков представили технологию MaxQ, которая включает в себя специально разработанную систему охлаждения. Ну и управление видеочипом программно в зависимости от условий. Так система сможет ограничивать частоту кадров до оптимальной на основе данных о дисплее и игре. Вместе с уменьшением кадров в секунду будут снижены и частоты, ну и вполне естественно нагрев. Работать технология будет только с видеокартами, оснащенными доработанными чипами Pascal. И пример показывали с 1080 внутри тонкого ноутбука. И знаете, что я думаю? Это все прекрасно, но нет ничего действительно нового. Как вы помните, были тонкие ноутбуки, например, Gigabyte Aorus H с двумя топовыми видеокартами в SLI. Но такие ноутбуки просто перегревались, как и многие другие. Сейчас же просто решили нарастить мощь применением старшего чипа, но снизить его нагрев слегка доработав. То есть снизив частоты этих усовершенствованных видеокарт и уменьшив тем самым TDP. Nvidia хочет, чтобы тонкий и легкий ноутбук это было нормой. Однако производители ноутбуков уже к этой норме приходили и снова отошли от нее. Так как законы физики, законами маркетинга не победить. Не думаю, что Max-Q кардинально изменит рынок. Напротив, на Computex можно было познакомиться с новыми ноутбуками от Asus на базе Ryzen 7700 и Radeon RX 580. Только вдумайтесь, ноутбук с 8-ядерным процессором. Это такой мини-дисктоп со встроенным дисплеем Full HD. А больше и не надо из-за уровня видеокарты. Установленная память, кстати, имеет частоту 2400 МГц. Оба основных компонента имеют TDP 65 Вт, ноутбук толстый и тяжелый, 3 кило. Но не думаю, что кому-то из тех, кто собирается покупать, есть до этого дело. Если вдруг захотите что-то такое купить, не спешите. Сначала посмотрите, есть ли предложения в магазинах, работающих с кэшбэк-сервисом Letyshops. Letyshops позволит вам вернуть часть потраченных средств на ваш счет. А при покупке ноутбука это может оказаться приличная сумма. Все, что нужно сделать, чтобы начать экономить, это зарегистрироваться в сервисе и установить расширение. Все необходимые для этого ссылки приложены в описании. Теперь, друзья, смесь фактов и слухов. Новые процессоры Intel Core X Series можно считать фактом свершившимся. Теперь есть официальные данные. Процессоры в серии действительно будут называться i5, i7 и i9. Но i9 называются только те, что начинаются с 79. 78 и 77, как и раньше, это i7. А самый младший все-таки будет i5. i9 были названы принципиально новыми процессорами потребительского класса. И на часть из них уже известны точные цены. Например, 10-ядерный будет стоить 1000 долларов. Это на треть дешевле, чем 10-ядерный 6950X на старте. Вчерашняя новость о том, что еще будут и 18-ядерные процессоры для чипсета X299, также официально подтверждена 18 ядер и 36 потоков, это вариант Extreme Edition. Цена на него предполагается 2000 долларов. Все это жутко дорого, и народными моделями, похоже, будет 8-ядерный 7820 и 6-ядерный 7800X. За 600 и 390 долларов, соответственно. Старый добрый 7700K и доработанный и названный 7740X стоит всего на 40 долларов дешевле, но по всем параметрам уступает 7820X. Российское представительство Intel нам уже обещало выдать сэмплы на тест, как только они появятся. И мне больше всего интересно, как поведет себя новый 8-ядерник по сравнению с 8-ядерником Haswell E 5960X, бывший топ в сравнении с нынешним середнячком в серии. Родные частоты памяти стали выше, 2666 МГц. А что касается частот процессоров, то 4.5 Turbo Boost, как я и говорил, это данные только для двух ядер. Теперь Turbo Boost 3.0 будет поднимать частоту двух ядер, а не одного. Все ядра будут работать на частотах поскромнее. Размер кэша все-таки не будет феноменальным, но его частота возрастет. Точные цифры пока не раскрывались, как и подробности топовых процессоров в серии. Кроме этого зацепили немного и процессоры 8-го поколения, а это, друзья, Coffee Lake. И хоть представить они нам их пока не готовы, но посчитали важным, чтобы мы узнали, что внутренние тесты превзошли все ожидания. Инженеры добились прироста 30% по сравнению с седьмым поколением. Ну а теперь данные неофициальные. Немецкий PC-Gamer DE, ссылаясь на неназванный источник, заявляет, что никакого припоя теперь у Intel не будет, даже в процессорах класса Hi-End Desktop, то есть во всей новой серии Core X Series. Так это или нет, узнаем уже через месяц, а может быть и раньше. Были у Intel и другие новинки, но о них в другом видео. AMD тоже не тормозят, и сегодня мы уже видели материнскую плату на базе чипсета X399 со здоровенным сокетом, а завтра, по всей видимости, увидим и сами процессоры. Какая-то презентация пройдет завтра в 5 часов утра по Москве, мы будем транслировать ее с переводом онлайн. Если для вас это рано, будет запись и краткие итоги. А на сегодня все, пока!